Привет, друзья! Человек всегда прислушивается к себе, время от времени прислушивается к себе. Есть тревожные люди, которые прислушиваются к себе, постоянно в поиске какого-то неприятного состояния. Они всё время себя как бы сканируют. Они прислушиваются, что у них болит, как болит, где там болит, где давит, где чувствует себя нехорошо. Но постоянно прислушиваются к себе. А есть люди, которые прислушиваются к себе и постоянно ищут себе хороших. Ну да, они всё время ищут точки опоры позитивные. А те тревожные люди, они всё время ищут себе какие-то негативные. И таким образом усиливают эту негативность. И они тем самым накручивают себя. Что бы там ни случилось, пальчик прищемил, зуб заболел, дышать труднее стало. Или где-то тут закололо. А теперь всё время прислушивается, всё время это ищет. Не накручивайте себя, друзья мои. Ищите в себе такое что-то приятное, хорошее, тёплое. Потому что, когда вы прислушиваетесь к теплу, это комфорт. И это начинает увеличиваться. Да. И вы лучше накручиваете себя в положительном смысле. Да. До определённого предела. Потому что у меня есть такая... Афоризм такой вот. Хотел сказать метафора, но афоризм на самом деле. Если человек с головой не дружит, он не знает об этом. Но вот иногда мы не дружим со своей головой. А для того, чтобы прислушиваясь к себе, всё время себя поддерживать, нужно посмотреть мой ролик, который называется... Целебный ролик. Там как можно сделать одну минуту всего лишь, прислушиваясь к теплу, в момент вдоха или выдоха, и думая, о чём думается, переживая, о чём думается. И выйти на волну. Это такие вот колебания в комфортном направлении, в приятном направлении. В позитивном. Потому что комфорт – это защита. Комфорт – это значит действия, которые подходят именно тебе. Поэтому они простые, лёгкие. И там открывается внутренняя свобода. Посмотрите этот ролик, кто его не видел. Целебный ролик. Подпишитесь на канал, и там 2-3 ролика посмотрите, найдите название «Целебный ролик». Он снимает стресс. Вы, когда его будете смотреть и делать эти упражнения, ключевое дыхание, прислушиваясь к теплу. Одну минуту. Думая, о чём думается. Я почему это повторяю? Забывают люди? Такая простая вещь. Забывают. Как только стресс, так сразу из головы всё вон. А чтобы запомнить, надо хотя бы 5 дней в удобное время. Одну минуту. Одну минуту. Это мгновенно даёт эффект полезный. Потому что вы прислушиваетесь к фазе вдоха или выдоха там, где теплее. И при этом отпустив мысли на самотёк. Переживая, о чём переживается. Думая, о чём думается. И потом выходите на волну. Продолжая переживать, о чём переживается. А если вы, например, не переживаете, а изобретаете в этот момент что-то, продолжаете изобретать. И вы погружаетесь на фоне размышлений, о чём вы думаете, о проекте ли, о встрече ли предстоящей, о написании стихов. О чём вы хотите, о чём вам думается в этот момент. Что вам сейчас наиболее волнующее, актуально, как говорится. Что для вас сейчас ценно. А то мы думаете, мечтаете. И вот когда вы переживаете, то есть мечтаете, то есть размышляете, это всё есть переживание. Потому что оно всё связано с эмоциями. Там ум, мысли, связаны с эмоциями. То когда вы это делаете на фоне автоколебаний, когда отпускаете себя именно по зелёной зоне, по комфортной зоне, когда делаете максимально приятно для себя, так легко и просто, продолжая думать, о чём думается, вы мечтаете лучше, изобретаете лучше, размышляете лучше. Потому что эмоции уходят от мыслей. Две половины мозга как бы разблокируются, и вы выходите в такое свободное пространство безмятежности, бесконечности. Это как мама покачивает ребёнка в ритме его переживаний. Это система обратной связи. Ребёнок больше переживает, она его чаще качает. То же самое здесь. Вот когда вы думаете, о чём думается, делая, как делается, это модель ребёночка, которого на руках мама покачивает. И он выходит на состояние, и ты ребёнок тоже сейчас. И выходишь на состояние, когда тебе так хорошо на руках у мамы. И так хорошо, и так легко на душе. И такая глубинная душевная благодать. И там как раз-таки у тебя воспитываются навыки. Когда ты потом опять сам себе постоянно как бы проверяешь, когда ты переживаешь в обычной жизни, то ты теперь ищешь в себе не негативные моменты, а позитивные. Вот это состояние благодати. И поэтому каждый раз, когда люди тревожно прислушиваются к себе, теперь они уже начинают прислушиваться к себе. Не в поиске негативного состояния, а в поиске позитивного состояния. В поиске этого состояния глубинной душевной спокойности. В поиске этого состояния благодати. И постепенно и выздоравливают, и накапливают силы, и становятся здоровее, и успешнее, и талантливее. Там открываются таланты, ранее заторможенные. До встречи, друзья! Вспомним еще раз на руках у мамы, а чтобы это смоделировать, ключевое дыхание одну минутку. Окачайтесь сколько вам хочется. Несколько дней так поделайте, дня пять. Удобное для вас время, и вы заметите, что вы станете крепче, смышленнее, то есть смекалистее. Интуиция будет вам подсказывать, как проще и лучше решать все проблемные вопросы. До встречи, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!